Что связывать резкий тон заявлений Ильхама Алиева с ведущейся в Азербайджане президентской кампанией, несколько легкомысленный подход. И объяснять это все, так сказать, стремлением набрать какие-то политические очки. Мы понимаем, что победитель в ходе этих выборов известен заранее. Что касается переговорного процесса, то официальный Баку ведет его с достаточно жестких позиций, что, собственно говоря, они там не скрывают. Мне кажется, что недооценивать противника, контрагента на переговорах и списывать его достаточно серьезные жесткие заявления на конъюнктурную мотивацию, это свидетельствует о недостаточно грамотном подходе к ведению переговора. Возможно, армянская сторона просто пытается таким образом ввести в заблуждение, так сказать, общественность, армянские власти. Но мне кажется, что это, так сказать, негодный подход. Мы достаточно противоречивую информацию получаем о том, что происходит и в каком состоянии действительно процесс согласования этого документа. Но мы можем не сомневаться в том, что, решив на свой лад карабахский вопрос, Баку будет и дальше добиваться поставленных целей любыми путями. Я думаю, что сейчас речь идет в основном о такой действительно очередном этапе информационного пропагандистского давления. Но если ситуация будет затягиваться и дальше, мы понимаем, что Баку может прибегнуть и к другим способам решения интересующего вопроса. Но мне кажется, что речь идет сейчас, конечно же, об анклавах прежде всего. И, собственно говоря, в интервью об этом есть. О том, что основные, так сказать, основные копии сейчас ломаются вокруг анклавов, которые Азербайджан считает своими. И опирается в этом, в том числе, на заявления армянской стороны, которые неоднократно декларировали цифру территории бывшей Азербайджанской ССР, которую они признают 86,6 тысяч квадратных километров, куда по умолчанию включаются эти анклавы. Как будет развиваться эта ситуация? Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, она развивалась переговорным путем. Мы знаем, насколько эти территории важны для Армении. Но Баку, как мы видим, тоже не намерен отступать. Вот вы упомянули территорию, площадь Азербайджанской республики, которая признала Николай Пашин. Он также и признавал, как бы все время подчеркивал, что мы должны обеспечить вот эти 29 тысяч 800 квадратных километров Армении. Фактически он пытался общественность убедить, что ради этого для сохранения нашей территориальной целостности и суверенитета мы вынуждены были пожертвовать Ацахам, не вмешаться, когда Азербайджан там этническую чистку провел. Но тут встает вопрос. Алиев на том, в ходе того же интервью, подчеркнул, что азербайджанские войска не будут отступать с тех позиций, с тех территорий, которые они захватили в 21-22 году. То есть, получается, что этих 29 тысяч 800 квадратных километров уже априори не может быть. Так как это может быть? Да, по факту их действительно нет. Там один из серьезных вопросов, который тоже затрагивался в интервью, это вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Алиев подчеркивает, и фактически мы видим, что, судя по заявлению армянских официальных жителей, они, в принципе, согласны на это, что процесс делимитации и демаркации оставались после заключения мирного договора. При этом в самом мирном договоре не будет каких-либо указаний, как границ или территорий, на основании которых вот эта делимитация должна быть. Вот это может, в таких случаях, возможно ли будет Армении добиться возвращения вот этих территорий? Вы знаете, этот вопрос, как мы можем предполагать, тоже дискутируется в рамках вот той межведовственной комиссии во главе с вице-премьерами Мгером Григорианом и Шаеном Мустафаевым, которая, так сказать, вот собиралась недавно там на северном участке армяно-азербайджанской границы. Насколько я понимаю, так сказать, скоро предстоит еще одна встреча. Но здесь комплекс вопросов на самом деле, потому что вы прекрасно знаете, что армянская сторона ссылалась долгое время на карты генерального штаба, на, так сказать, какие-то другие документы, предлагая взять их за основу. Но очевидно, что Азербайджан будет, так сказать, пытаться действовать по праву сильного. И как вы правильно сказали, было официально заявлено, что те территории, которые были заняты вот в ходе нескольких пограничных инцидентов последних лет, они так просто покинуты не будут. И вообще, так сказать, вряд ли когда-либо будут покинуты. Но это одно из следствий вот того, так сказать, кардинального ослабления позиции армянской стороны в переговорном процессе, которое, как кому-то казалось, исчерпывалось только Карабахом. Но на самом деле, конечно же, армяно-азербайджанский конфликт, он шили на горного Карабаха. Но о чем заявляли очень многие армянские и российские эксперты, что это все равно как бы откупиться Карабахом не получится. Да, безусловно, безусловно. Здесь и, так сказать, другие вопросы, и вот тот самый пресловутый Зонгизужский коридор экстерриториальный, как хочет этого Азербайджан. Мы ведь знаем, что в рамках переговорного процесса, который длился и до 2020 года, и в Ки-Уэсте, и в других, так сказать, переговорных форматах, этот вопрос обсуждался. Но он обсуждался с более выгодных позиций для армянской стороны. Но после того, как Карабах, республика Арцах, которая, как мы знаем, является очень важным с точки зрения защиты Зонгизура, Сюника, регионов Переслава... Ну, кстати, Олег сам признал, что пока Карабах был, вопрос Зонгизура не мог быть. Только после захвата Шуши он сказал, что мы смогли уже поднять и этот вопрос. Кто владеет Карабахом, тот владеет Зонгизуром. Кто-то это... Ну, вот смотрите, еще один очень интересный момент был, на который невозможно обратить внимание. С одной стороны, конечно, действия Баку, вот если посмотреть, с точки зрения такой нейтрального наблюдателя, можно объяснить как-то желание получить военно-политическое превосходство над Арменией, занять выгодные стратегические такие позиции. Кстати, об этом тоже Олег сказал. Конечно, да. Но даже вот все последние месяцы мы видим, что Азербайджан активно продвигает и в свою внутреннюю повестку информационную, и в международную понятие западного Азербайджана. Начиная от возвращения азербайджанцев, да, в ходе вчерашнего интервью Олег опять подчеркнул, что Ереван — это азербайджанский город, Джермул, и он практически не все населенные пункты, когда он говорил, он использовал исключительно азербайджанские наименования. О чем это говорит? Можно ли на основании этого считать, что даже если будет какой-то мирный договор, даже на тех условиях, которые выдвигает Азербайджан, подписан, но в любом случае, как бы аппетиты Азербайджана и Турции не будут ограничиваться вот этим мирным договором, и фактически все равно будет продолжена политика по нейтрализации армянского фактора в регионе? Мы знаем, что даже из более ранних заявлений президента Азербайджана, что они четко увязывают возможность возвращения армянского населения в Нагорный Карабах с возвращением азербайджанских жителей бывшей Армянской эсеры и их потомков, скажем так, вот там на эти территории. Сюник, Ируник, возможно, так сказать, и другие тоже территории. То есть, этот вопрос достаточно комплексно прорабатывается. Мы знаем, что там чуть ли не по отдельному, каждому отдельному селу ведутся исследования с целью доказать, так сказать, с разной степенью обоснованности, скажем, да, их принадлежность, так сказать, вот так называемому западному Азербайджану, и мы видим, что это форма такой экспансии. Пока может быть не военной, вот, потому что это было бы, конечно же, ну, уже другим вопросом, если бы, скажем, военная эскалация затронула, так сказать, нынешние границы Армении, мы понимаем, что и так, вот, там были разные столкновения, но, так сказать, более жесткая эскалация, да, более масштабное нападение, оно вызвало бы, конечно, реакцию международного сообщества, в том числе и де-факто союзников Азербайджана, которые вряд ли бы это одобрили. Поэтому, как мне кажется, сейчас ситуация будет раскачиваться и, так сказать, тестироваться именно вот таким вот культурно-идеологическим, историческим, значит, и иным способом. Мы знаем, что недавно были же съемки одной из азербайджанских компаний, которые, в том числе, и с помощью дрона пролетели над частью территории Еревана, и, так сказать, там месседж был совершенно очевидный, что это древний. Я так понимаю, больше, они там представляются как бы... Но это часть более широкая, это часть более общей картины и более широкой. Ну, вот вы сказали о реакции международного сообщества, но встает вопрос, а действительно ли будет реакция международного сообщества, даже если все примут, что это территория. Потому что, смотрите, там по разным оценкам от почти 300 до, например, Гранд-Багратин даже называет цифру тысячу квадратных километров, которые якобы оккупировал Азербайджан. И международное сообщество как-то очень спокойно на это смотрит. Вот в случае продолжения агрессивных действий, вот прямой такой широкомасштабной агрессии Азербайджана, что ожидать от международных игроков России, Запада, Ирана? Да, безусловно, ситуация в регионе, она потенциально крайне нестабильна. И вот то относительное затишье, именно на границе, которую мы в последние недели наблюдали, оно, конечно же, не может, так сказать, давать излишний повод для оптимизма, потому что есть претензии, есть стремление их решить, в том числе не исключается силовой путь, мы прекрасно это понимаем. И надо признать, что, как и в 2020 году, азербайджанские власти достаточно грамотно используют занятость, как они полагают, более сильных, так сказать, игроков, теми проблемами, которые есть у Соединенных Штатов, у России, так сказать, у Европейского Союза. Даже у Ирана, мы видим, что, говорится у его границ, там, фактически, тоже близок к такой региональной войне. Мы видим, что происходит, так сказать, на Ближнем Востоке, да, мы видим, кстати говоря, что происходит и в Соединенных Штатах Америки, втягивание в такую достаточно острую предвыборную кампанию, когда они даже вот Украину как бы теперь уже в гораздо меньшей степени поддерживают. Вот, то есть, да, здесь, безусловно, есть такая умелая игра, или, по крайней мере, попытка игры на той хаотичной международной обстановке, которая складывается. Со своей стороны, армянские, действующие власти Армении пытаются заручиться внешними гарантиями. Эти гарантии, они, очевидно, ищут на Западе прежде всего. А Запад готов вот эти гарантии дать? Пока что мы не видим, даже... Я думаю, что различные, скажем так, западные структуры, они локально, может быть, готовы содействовать. Ну, ну, не секрет, что развертывается советнический аппарат Франции в Армении, не исключено, не секрет, что ряд спецслужб, скажем так, западных стран, они, так сказать, прямо задействованы в, скажем так, поддержании устойчивости нынешнего политического режима в Армении. Вот, но... Но это не является... Насколько это является гарантиями военной помощи на случай открытого столкновения, они... Та же европейская мониторинговая эмиссия, она, так сказать, в случае какого-то обострения в Сюнике, она, что, вступит в прямое столкновение, скажем так, противника, или она смоется и быстренько уйдет. Вот, вот в чем вопрос. Вот, поэтому здесь очевидно, что в определенной степени, наверное, армянские власти не удовлетворены теми гарантиями, которые Россия может предоставить, но это совершенно не означает, что те альтернативы, которые, так сказать, сейчас активно ищутся, что они сработают в случае часа икс. И вот последний вопрос, учитывая, что у нас время ограничено. Смотрите, Николай Павлович все-таки приехал в Санкт-Петербург на саммит лидеров ЕС и СНГ, после этого некоторые начали говорить, что, ну, может быть, такой кризис преодолен, не до конца, конечно, но хоть какие-то положительные тенденции, хотя он там взял заявление, что ЕС это только экономика, никакой политики и всего остального. Вот, что происходит во время на российских отношениях? Вот мы видим, что армянские власти, ну, с нами разных своих представителей, продвигают ту идею, что, ну, мы фактически хотим пересмотреть отношения с Россией в политической сфере, но при этом сохранить выгодные для Армении отношения в экономической сфере. Насколько это реально, учитывая российские реалии, как бы, пересмотреть союзные отношения с Россией, там, в рамках ОДКБ, двусторонних соглашений, но при этом пользоваться вот всеми этими благами экономического взаимодействия сфере, надеюсь, в Россией есть. Я думаю, на краткосрочную перспективу, так сказать, ну, возможно, пользуясь, как бы, занятостью российской страны и ее нежеланием обострять, значит, отношения, можно каким-то образом играть на этих противоречиях, да, можно, так сказать, выступать с различными заявлениями, вот как вот Никол Пашинян, так сказать, непосредственно перед своим визитом в Санкт-Петербург, там, много чего сказал, и реакции на это из Москвы не было. Вот, ну, мы понимаем, что такой, так сказать, несколько примирительный тон заявлений и действий российской стороны, он связан в том числе и с объективным взаимозависимостью в наших торгово-экономических взаимоотношениях. Не только Армения зависит от России, но и в определенной степени в склады, в сложившейся, ну, в течение последних почти двух лет ситуации и Россия, так сказать, заинтересована всем, чтобы... Вы знаете... А потом, что, извините, мы общались с экономистами, я понимаю, что Армения тоже важную роль играет в обеспечении аэроэкспорта и других таких... По отдельным направлениям. Да, по отдельным направлениям. Но все-таки мы смотрим вот переводы из России в Армению, да, вот тот же аэроэкспорт и все остальное. Потому что многие эксперты заявляют, что я вот смотрел, было месяц назад интервью Девача Габрилиана, который один из будущих армянских таких экспертов, авторитетных, и он подчеркивает, что в любой момент, как бы, Россия при желании достаточно ресурсов, как бы, чтобы спокойно, как бы, поставить армянскую экономику на крах или создать очень серьезные проблемы. И, кстати, очень многие как раз поездку Николы Пашьяна объяснили именно тем, что он понимал, что даже если, по его мнению, в сфере безопасности у России уже практически сама себя лишила вот таких рычагов давления, но в социально-экономической сфере у России достаточно таких рычагов создать социально-экономические проблемы. Вы знаете, подобного рода рычаги, они, безусловно, есть, я думаю, что об этом прекрасно осведомлены и в России, и в Армении, но их задействование поставило бы российско-армянские взаимоотношения на грань полного разрыва, как мне кажется. Потому что уже военно-политический фактор, да, хотя Армения там формально остается в ДКБ, он фактически отсутствует, да, или сведен к минимуму. Сейчас мы посмотрим, как будут развиваться события вокруг базы в Гюмри, вот, и если к этому еще добавится, скажем, разрыв торгово-экономических связей, разрыв, скажем, сотрудничества в атомной энергетике, да, которое очень важно и для Армении, и для Росатома в определенной степени, то, я думаю, что это сценарий, которого все-таки в Москве при любом случае стремились бы избежать. Возможно, так сказать, отдельный горячий головой в Ереване, так сказать, действует по принципу, чем лучше, чем хуже. Но, я думаю, что в любом случае это будет, так сказать, крайний вариант, когда Россия применена такие цели. Знаете, что должно произойти? Опыт таких постсоветских стран показывает, что Россия и на Украине не хотела, да, последняя визна в Грузии, но это все равно не помогло избежать разрыва отношений. Правильно, как крупное ответственное государство, Россия пытается в любом случае, так сказать, использовать все те мирные, переговорные, форматы, которые, так сказать, имеются во взаимоотношениях с соседями, особенно с теми, которые являются союзниками, формально, неформально, но тем не менее, мы знаем. Большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях был известный российский эксперт Андрей Ариш. Хайк, Казовом союзе Туркменистана, Азербайджана и Турции. У меня пара вопросов, если можно немного скобки раскрыть по этой теме. По Турции и Азербайджану понятно, а Туркменистан, он ничего не боится? Ну, здесь идет речь о переговорах и различных форматах заполнения так называемого южного газового коридора, в том числе и туркменским энергетическим сырьем. Мы понимаем, что в значительной степени оно законтрактовано Китаем, но очевидным образом Турция пытается в рамках своей политики по превращению этой страны в макрорегиональный энергетический хаб, каким-то образом завести на себя в том числе и газовые потоки с восточного берега Каспия. Безусловно, это процесс небыстрый и процесс чреватый различного рода разногласиями. Мы видим, что несмотря на декларируемую этнокультурную языковую общность, экономические разные интересы Туркменистана не вполне стыкуются с интересами Турции и Азербайджана. Но мы видим, что, так сказать, Реджепу Эрдогану тут не занимать упорства и настойчивости, и он будет пытаться реализовать вот эту свою идею в контексте более широкого сотрудничества с государствами Центральной Азии. А Иран, Россия, они как-то реагируют на это или пока нет? Иран и Россия реализуют свои коммуникационные проекты. В основном, как мы знаем, речь идет о международном транспортном коридоре Север-Юг. Что касается энергетического сотрудничества, то Россия и Иран, я думаю, будут координировать свою политику более тесно и в рамках тех двусторонних форматов взаимного сотрудничества и в рамках более широких региональных объединений. Мы знаем, что недавно Исламская Республика Иран присоединилась, наконец, окончательно к Евразийскому экономическому союзу. Я думаю, что все это, так сказать, будет работать на укрепление наших взаимоотношений. Но понятно, что энергетические проекты зачастую вступают в довольно сложные отношения между собой. Но будем надеяться, что здесь, скорее всего, будут иметь место договоренности какие-то и учет взаимных интересов, а не конфронтация и какие-то взаимоисключающие позиции. Продолжение следует...